Собор Святого Петра и Государство Ватикан Он подобен отцу, простершему руки, будто призывая к себе всех своих детей. Собор Святого Петра, сердце католического мира. На 132 метра взмывает его крест в римское небо. Величайшие художники Возрождения и прежде всего Микеланджело воздвигали этот колоссальный собор. Камни для постройки они брали из Колизея и здания римского форума, мраморные плиты из руин языческих храмов. В середине 16 века Бернини создал колоннады вокруг египетского обелиска. В северный колоннад расположен папский дворец, резиденция главы римско-католической церкви. Обелиск стоит на земле, пропитанной кровью. Во времена Нерона, здесь, к западу от Тибра, перед стенами Рима пытали и казнили поборников новой религии. Одним из них был и Петр. Ныне и в теплые дни десятки тысяч паломников и туристов со всего мира устремляются к его могиле. Петр – камень, на котором в течение двух тысяч лет утверждалось царство веры. Вплоть до Средневековья последователи Петра жили в восточной части Рима, в Латеране. И лишь по окончании вавилонского пленения церкви в Авеньоне в 1377 году папской резиденцией стал Ватикан. Вот он, бывший цирк Нерона. И построенный императором Константином в 350 году первая базилика. Ватиканский холм, согласно Латеранскому договору 1929 года, является суверенным государством. Это маленькое государство обладает огромным парком, садами Ватикана, расположенными позади собора. С его купола взгляду открывается вид на губернаторский дворец, здание администрации, вокзал и радиостанцию «Радио Ватикан». Многие папы охотно проводили время в этих садах. И четвертый даже построил здесь в середине 16 века прелестный летний домик – казино. Для галерного фонтана, неподалеку от папского дворца, заключенные выковали каравеллу из свинца. 96 статуй святых венчают колоннады Бернини. Каким величеством все это должно было казаться пилигримом, увидевшим собор в 1600 году по окончании строительства? Он и сегодня не утратил своего величия. Вступив в собор, вы будто теряете связь с внешним миром. Утверждают, что статуя Петра, творение скульптора Арнольда Дикамбио, обладает чудодейственной силой. Могила святого, как полагают, находится поблизости в подземном склепе. Алтарь среднего пространства увенчан дарохранительницей, созданной в 1624 году Бернини. Только папа имеет право служить здесь мессу. Колонны этого папского места установлены над могилой Петра. Глубочайшее благоговение охватывает здесь паломников. Еще пара шагов, а перед нами знаменитая пьета Микеланджело, которую много лет назад некий безумец разбил молотком. Здесь, в склепе, археологи обнаружили не только фундамент Первой Церкви, но и греческие литеры, указывающие на место погребения апостола Петра. Купол работы Микеланджело имеет две чаши. Между внутренней и внешней – винтовая лестница, ведущая наверх. Отсюда весь Рим виден, как на ладони. И берега Тибра, и крепость Ангела. Перед казнью апостола Петр и Павел семь месяцев томились в Мумертинской темнице. Но не здесь церковь в Сан-Жузепе де Фалиньяне. В этом подземелье Петр, согласно легенде, обратил в христианство не только 47 других заключенных, но и обоих надзирателей. Они освободили его. Он бежал из Рима и на Апиевой дороге встретил Господа, который с упреком вопросил, куда идешь ты, Петр? Он вернулся обратно и был распят. Мумертинская темница являлась государственной тюрьмой Рима. Многие знаменитые узники умерли здесь от голода или подверглись казни. В частности, нумитский царь Югурта, гальский король Верцингеторикс, которого пленил и волоком притащил в Рим Цезарь. Их имена можно прочесть на памятной доске. Кровавые казни незложенных врагов посвящались в Древнем Риме богу войны Нарсу. Святые, куда не бросишь взгляд. Эти шестиметровые скульптуры в стиле барокко возвышаются над порталом Латеранской базилики, воздвигнутой императором Константином первой резиденции пап. Ее неоднократно грабили и разрушали, а в 1734 году восстановили. Ее внутреннее убранство уже в ранние христианские времена отличалось неслыханной роскошью. Мраморные полы, обильно позолоченные кассетные потолки, золотой центральный алтарь. Здесь проходили первые папские синоды и совещания. До 1870 года в этой церкви короновали пап. И сегодня глава римской церкви приходит сюда в чистый четверг для традиционного омовения ног бедняков. Красивейший мост Рима ведет к крепости ангелов. В течение столетий путь к Ватикану пролегал по этому мосту, оберегаемому многочисленными ангелами. Они вышли из мастерской Бернини. Едва ли какое-либо из римских сооружений так волновало людскую фантазию, как эта. Античная гробница императора Адриана в средние века переросла в крепость, а еще позднее стала местом папских утехов. По верению папы Александра VI, отца Лукреции Боджа, внутренние помещения крепости были отделаны с неслыханной роскошью. Здесь располагался его двор. Здесь он плел свои интриги, принимал свою обожаемую дочь и многочисленных наложниц. Крепость Ангелов служила убежищем для пап в течение столетий. Крепость выдерживала осады вандалов, сарацинов, норманов и, наконец, ланцкнехтов Карла V при знаменитом разгроме Рима. Потайной ход, называемый Пассетта, и поныне связан с Ватиканом. Путь отступления пап. В тени этих стен расположен знаменитый Борга, квартал, в товарных и кабачках которого уже в средние века находили приют Перегримы. В 30-е годы здесь были снесены целые улицы, и, к сожалению, от прежнего очарования Борга мало что осталось. Зубчатая стена, с которой велось наблюдение за кварталом, сегодня реставрируется. Молчаливые свидетельства той эпохи, когда папы еще не владели батальонами. Вот уже 500 лет, как швейцарская гвардия заботится о безопасности главы Римско-католической церкви. В 1506 году первые 150 гвардейцев вступили в Рим. Папа Юлий II испросил их у швейцарской конфедерации для своей охраны. И по сей день молодые швейцарцы-католики несут службу в Ватикане. Никто иной, как Микеланджело, создал эскизы их живописной униформы. Швейцарским гвардейцам нередко приходилось защищать Ватикан. Во время разгрома Рима 147 из них пали в соборе Святого Петра. К северу от собора простираются Ватиканские музеи. Некогда не были частью папского дворца. Открытый миру папа Юлий VII в 1506 году заложил основу первой коллекции. Ценнейшие в этом собрании сокровища греческой и римской античности. Статуи восьмиугольного павильона принадлежат к жемчужинам западного искусства. Аполлон Бельведерский Скульптурная группа Лао Коон творение родовских мастеров и одно из многочисленных воплощений древнегреческих мифов. В зале ротонда работы Микеланджело уникальные мозаики и купол, подобный куполу Пантеона. Здесь стоит величайший из всех бронзовых статуй античности греческий Геркулес. Музейных сокровищ так много, что для полного их осмотра потребовались бы дни и недели. Ватиканская библиотека, основанная в 1450 году Папой Николаем V. Ценнейшие рукописи, Евангелие, но также и исторические документы, повествующие о полутора тысячах лет истории римской церкви. Не все залы открыты для посетителей, и даже в самые доступные помещения библиотеки требуется пропуск. Музыка Один из многих великолепных трудов – это история схоластики. Мастер Пьетро Камисторе создал эту рукопись для толкования библейской истории сотворения мира. Это не Библия, а собрание библейских текстов 1180 года. Автор хотел тем самым объяснить шкалерам позднего Средневековья происхождение жизни на Земле. Эта книга была в свое время очень популярна, так как позволяла ученикам познавать мир с помощью иллюстраций, при этом особо не вчитываясь в сам текст. Иоанн Павел II приходит в Сикстинскую капеллу. В честь окончания длительной реставрации папа служит благодарственной молебеной. Сикстинская капелла, столетиями служившая местом избрания пап, главная цель каждого паломника, приезжающего в Ватикан. Фрески свода и алтарная стена шедевра Микеланджело сверкают сегодня во всем своем блеске. Таким увидел художник создание Адама. Не дуновение Господа, но его прикосновение пробуждает Адама к жизни. Картина страшного суда. Иисус грозный судья. Семь лет Микеланджело трудился над этими росписями. Он закончил их в 1541 году. Редактор субтитров А.Семкин